Домоход Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов и на моем канале Коменбай. Это видео я назвал «Самый лучший дымоход». Почему я это сделал? Объясняю. На этом объекте я проводил демонтажные и монтажные работы по установке дымохода и подключению газового котла к основному дымоходу. И что здесь было на этом объекте? Сантехник выполнял определенные работы и попросил заказчика купить дымоход, подводящий именно часть к азбестовой трубе. Я говорю, подписывайтесь на мой канал, чтобы вы видите этот объект. Оно довольно полезное для понимания вообще, почему стоит к дымоходу относиться серьезно. Клиент пришел на рынок и говорит, продайте мне самый лучший дымоход для газового котла. А теперь внимание! Самый лучший дымоход для газового котла, который продали клиенту. А теперь я сейчас обосну, почему это не самый лучший дымоход, а самый худший дымоход. И покажу вам дымоходы лучшие, гораздо лучшие. А самое что обидно, что этот дымоход стоит, как правило, как самый лучший дымоход, когда вы покупаете на рынке. Что, почему вот этот дымоход самый худший? Ну, во-первых, кстати, у него, смотрите, ничего себе, тикс-варку человек купил, но не купил формовщик окончания дымохода. Ну да, это еще не самый худший дымоход. Сейчас я дальше еще расскажу вам. Здесь тикс-варка. У этой трубе нет широкой части. Нету плюсы и нету минусы. Сейчас вам скажу, что это плюс, а что такое минус. Вот это называется плюс, а здесь называется минус. То есть минус это диаметр трубы. Если это плюс, то это немножко больше, там на 3-4 миллиметра. Ну, как правило, там от 2 до 3 миллиметров. В этом дымоходе самое страшное то, что здесь вот такое соединение. Соединение, гофра, гармошка, называйте ее как хотите. Такие элементы в 20 веке, они были популярны очень, когда на заре продаж, торговли, когда был бум, они очень хорошо шли, ливневщики переоборудовались, вентиляционщики переоборудовались на дымоходы. Если они раньше делали ливневую систему, сейчас они начали, ну вернее не сейчас, но до сих пор, да, они делают дымоходы. Но при этом у них нет оборудования, у них нет мощностей, чтобы делать качественные дымоходы. Они делают зубчатку. Это классическая система. Я вам сейчас покажу, почему ее ни в коем случае нельзя делать, и почему пока будут такие трубы, то люди будут говорить, что систему надо собирать по дыму, а не по конденсату. Я сейчас вот два отрезка трубы, 2,25 вставки. Я их соединю и покажу вам, что произойдет дальше. Ну, во-первых, мне тяжело соединить ее. Ну ладно, она забивается туда. Я уже соединю, но разъединять тогда я их не буду. Потому что, не дай бог. Все, труба. Для точности эксперимента, смотрите, труба дошла до конца. Видите? То есть у нас нету зазоров, она дошла до конца. А теперь смотрим вовнутрь. Вы видите, какие зазоры? Я вам сейчас говорю, вот, сейчас покажу вам, вот про эти зазоры состыковка. То есть гармошка, она заложает сечение. И ровная она не может быть в априори. И она никогда не будет ровная. И через эти щели будут выходить газы, будет выходить дым. И, как правило, вот эти дымоходы продаются 100% установкой герметика. Да? Обязательно. Потому что без герметики их нельзя устанавливать. И пока такие будут дымоходы продавать, будут говорить о том, что систему можно собирать по дыму. Вообще запрещено использовать на газовых котлах. Здесь производитель, сейчас я вам скажу, кто. Ну, индивидуальный предприниматель меня еще так удивило. Он обходит законы в Республике Беларусь. Но это нормальная ситуация во всех странах. Видите, эта система дымохода даже прошла ОТК. Запрещено устанавливать такие дымоходы на газовых котлах. Ну, и смотрите. Во-первых, на трубе указана масса 3 килограмма. Хватит обмануть. Давайте по-честному торговать. Какое 3 килограмма весит угол 90? Труба 150 на 250 в районе 13-14 килограмм весит. Вы о чем, люди? Какое 3 килограмма весит это колено? Ну, ладно, не об этом. Здесь на трубе написано ТУ, БАЙ и какой-то номер пошло. То есть, это технические условия прошло. Давайте я вам сейчас покажу. О чем это вообще говорит? ТУ-БАЙ это то, что система может использоваться где хотите. Но нет, не на дымоходах. На дымоходах делается другая маркировка. Я вам дальше покажу ее. Это может использоваться под ливневку. Это может использоваться под вентиляцию. Но ни в коем случае не может использоваться под дымоход. Почему вообще такими системами торгуют? Я знаю очень хорошо рынок дымоходов. Так как в свое время довольно долго торговал ими на одном из рынков города Минска. Такие элементы дают на реализацию. Такие дымоходы не покупают на рынках. Такие дымоходы дают на реализацию продавцам. И продавцы уже реализовывают. То есть в них изначально никто деньги не вкладывает. И поэтому их продают и будут продавать. Пока их будут давать бесплатно. Я на рынке с системой дымоудаления с 2010 года. И сейчас 2019 год. Поэтому я очень хорошо знаю рынок. И просто говорю, такие элементы дают бесплатно. Ну и снова же. Если у нас тиксварка была на 25 см. То здесь уже тиксварки никакой нет. Здесь просто идет нахлест. И прошли точкой. Никакой герметичности речи не может идти. И она не будет. А теперь вы поняли, что это мусор. Который ни в коем случае нельзя покупать. И если вам продают. Вы как потребитель сказали строителю. Купить самый лучший дымоход. И вам приносит вот такое. Возвращайте его обратно. С хорошими словами только. И с улыбкой. Это самый худший дымоход. Скажите ему. И обоснуйте. И сделайте ссылку на мое видео. А теперь я вам расскажу, какая маркировка должна быть. То есть вот этот производитель уходит. Индивидуальный предприниматель. Не буду говорить. Знаете почему? Потому что я знаю этого человека. Ни в коем случае нельзя использовать на системе дымоудаления. Вот это ТУБАЙ говорит о том. И там дальше номер идет. О том, что вы можете его использовать. Что это труба. Определенного диаметра. Изготовленная из определенной марки стали. Толщиной металла. И изготовитель. Она может использоваться на... Это просто труба. Все. И больше ни о чем не говорит. А теперь потихоньку я вам покажу маркировку. Какая должна быть. Если вы хотите купить самый лучший дымоход. И поверьте. На эту трубу сертификата никакого нет. А в Республике Беларусь есть сертификация. И в Европе. Потому что у нас адаптированы европейские стандарты. 1856 часть 1. 1856 часть 2. И благодаря которым производство дымоходов проходит определенные требования. Которые предъявляются как предприятию, так и к дымоходу. Это отлично просто. Я надеюсь, что в России тоже такое ведут. И в Украине ведут. Потому что российский рынок это вообще... Это просто ужас, что творится на законодательном уровне в производствах дымохода. И, конечно, к самим дымоходам. Но так как у меня канал направлен на русскоязычное население, я об этом буду говорить. Буду постоянно указывать информацию, какую как должно быть и как может быть. Теперь смотрите, какая должна быть наклейка, маркировка в хорошей качественной трубе. Ну, скажу так, с соглаской одной. Вот этой маркировки может не быть. Но сертификат, если вы потребуете сертификат у продавца, он должен вам предоставить его. И у него должна быть такая аббревиатура. Сейчас я вам покажу, какая. То есть на этой аббревиатуре указывается, из какой марки стали, какой температурный режим. Приходило ли на испытание труба по возгоранию сажи. Проходило ли испытание по давлению. Вот что указано вот в этой вот маркировке. А не то, что там указали. ТУ-БАЙ. И все. Человек просто с себя снял полностью ответственность. И если к нему кто-то предъявит какие-то вопросы, он вам скажет следующее. Откуда я знаю, где вы будете его использовать? На дымоходах, либо на ливневке? Вот как это заканчивается, все вопросы. И вы ничего не сделаете, он будет прав. Теперь смотрите, пойдем дальше по дымоходам. Вообще, какие они производятся и на что надо обращать внимание. Если это газовый котел, то обязательно должна быть нержавейка из IC 304 как минимум. А лучше 316. Если мы возьмем IC 316, то это обязательно для кондиционных газовых котлов. Ну и конечно, если у вас есть бюджет, позволяет, то покупайте IC 316. Да, ее возможно нету в наличии, она, как правило, делается под заказ. Но 316 для газового оборудования это самый лучший дымоход. Если мы будем касаться IC 304, это тот минимум, который должен быть. И из моей практики процентов 90 где-то для газовых оборудований ставится из IC 304. Потому что за 9 лет, которыми я торгую дымоходами, вопросов о IC 304 не возникает. Возникает в том, могут возникнуть вопросы, если люди собрали дымоход из IC 304 неправильно. Собрали по дыму, потек конденсат. Но это вопрос неправильного монтажа и все. Поэтому, конечно, хорошо, когда есть проектная документация. Почему 316? Потому что она отлично себя ведет в агрессивной среде. И у нее химический состав гораздо лучше металла, чем у из IC 304. Можно ли установить 321 на газовое оборудование? Нет, нельзя. Я вам не советую. Потому что 321 нержавейка, она довольно дорогая. 304 нет. А по своим характеристикам на газовом оборудовании она простоит примерно одинаково. Плохо. У нас рынок довольно молодой. Мы не можем провести вот эту статистику. Но, слава богу, что у нас есть уже с чем сравнивать и на что равняться. А теперь я вам покажу дымоход. Вот если вы возьмете вот этот дымоход, трубу, это 25 сантиметров. Вот я вам говорил про растоп. Плюс, минус. И стоит тиксварка, шов, стык. То есть это тот минимум, который есть. На белорусском рынке практически производители все делают вот так. Ну, на российском рынке тоже большинство делают именно такие трубы. Самые лучшие трубы, если мы возьмем снова же газовое оборудование, это помимо плюсы и минуса еще идет вот такой вот тканчик. А для чего он нужен? Видео 316 нержавеющая сталь. Она может как матовым быть исполнением, так может быть и зеркальной поверхности. Но это нержавеющая сталь, которая, ну, для газовой оборудования она лучше. Еще раз повторяюсь. А здесь газоплотная резинка стоит. Силиконовая манжета, вернее. Говорит о том, что труба испытывалась под определенным давлением. Есть оборудование тепловое, которое необходимо именно использовать только с силиконовой манжетой. Я не говорю промышленные объекты, но если мы возьмем объекты гражданского домостроения, то это в первую очередь идут кондиционные газовые котлы. К ним обязательное требование, чтобы проходила определенное испытание труба по газоплотности и по давлению. И это очень важно. Ну и, конечно, здесь идет уже шов другой. Вы видите, что шов идет, его практически не видно. Аккуратненький идет, несмотря на то, что это тоже кик сварка. Хотите самый лучший дымоход, посмотрите, что вам продают. Не надейтесь на то, что вам продадут то, что вам надо. Вот вы как потребитель, вы что, знали о том, что это вообще мусор? Нет, вы не знали. Потому что вы с этим не связаны, вы с этим не работаете. Я знаю об этих моментах. И очень много про эти углы можно рассказывать. Рассказывайте, смотрите, вот это колено, да, вот это самое слабое у него место со стыковки. И бывает такое, что здесь даже могут быть дырки. Да. Поэтому продавцы продают обязательно вот эти сегменты с герметиком. Они зарабатывают еще на герметике и продают, еще зарабатывают на вот этих вот сегментах. И давайте я вам покажу. Вот это колено простояло буквально, ну сколько, полгода получается? Если в начале года поставили котел, к концу года, ну давайте возьмем год. И сейчас я вам покажу, что с ним происходит внутри. Я даже, если честно, не видел. А смотри, что она зеркальная, красивая. Теперь я покажу, что находится внутри. И то, что через там год-два здесь были бы сквозные дырки. Вот смотрите, вот видите вот эти вот точки. Это очаги повреждений металла. То есть в этом месте появится сквозное отверстие. Дело времени. И этот угол всего лишь простоял один год. Но снаружи вы посмотрите, вы видите? Он же аккуратненький, чистый. По нему вообще вопросов нет. А внутри уже все. Металл начал разрушаться. Коррозия уже делает свое дело. Сейчас я вам возьму еще пару сегментов. Вот у нас угол 45 градусов. Видите? Ну что это? Не ржавейка, которая ржавеет? Ну да, не ржавейка, которая ржавеет. Совершенно верно. Бывает и такое. И здесь то же самое. Вот эти вот точки, которым дальнейшие превратятся в сквозные дырки. Мы сейчас находимся именно на том этапе, когда вот эти вот люди, которые производят дымоходы. Да, от них все зарождалось. Но это было давно. Да, это было более 10 лет назад. С них все начиналось. Но сейчас все поменялось уже. И вот эти дымоходы нельзя уже использовать. Нельзя. Время движется вперед. Меняется отопительного оборудования. Дымоходы, система дымоудаления подтягиваются к отопительному оборудованию. Отопительное оборудование, оно довольно наукоемкое производство. И там технологии гораздо серьезнее, чем в системах дымоудаления. И уже вот кто производит дымоходы, они уже подтягиваются к требованиям, которые предъявляет отопительное оборудование. И поэтому и здесь никакие требования предъявлять не могут. Они вообще ни одну сертификацию не пройдут в Республике Беларусь. И в Польше нигде по европейскому стандарту. 1856 часть 1, 1856 часть 2. И что можно ставить? Можно ставить IC304. Это тот меню, который должен быть. Лучше, конечно, IC316 марка стали. Если это идет проекты промышленные, то там, конечно, будет указана 316 марка стали. По соединениям это вообще отдельный вопрос. Но вы должны понимать, что если это кондиционно-газовый котел, то здесь обязательно должна быть силиконовая манжетка. Если это идет промышленные объекты, поэтому, ладно, не буду этого вопроса касаться. Потому что там довольно все тяжелее. Ну и, конечно, интереснее. Все вот эти вот фотографии вы можете видеть на моем канале в Instagram. И покупайте, конечно, дымоходы правильные. Не знаете, какие дымоходы купить? Делитесь моими видео. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, это видео было, конечно, полезно. Всем хорошего настроения. До новых встреч. С вами был Дмитрий Михайлов. Комин Бай. Пока.